Всем привет! Продолжаем события, мемуары о сладких грезах, монтаж фильма, и сегодня у нас будет кошмарное сражение. Поехали. Начать. Что я могу? Отказаться от этого. Так. Ну тут должно все, в принципе, просто. У-у-у, побить акт для монтажа, а начать! Под громкий Гудо Компас прибывает в кошмар... кошмаровеле. Так это и есть он. Кто бы мог подумать, что здесь будет так обезлюдно? Город полностью оправдывает свое название. Кошмар. Слышишь? Кажется, с твоей улицы впереди доносится какой-то странный звук. Скорее идем. Какие же тайны скрывает мрачный и зловещий кошмаровеле. Пора ступить на путь приключений вместе с часиком. Так-так-так-так-так-так-так-так-так! Нам нужно 15-15-15. Ой, ё-моё. Трепет должен быть на максимуме, смотрите. Значит, правильно я понимаю? Четыре сцены осталось. Мы максимально должны впитывать его сюда? Ну давайте. Ну, сюда, конечно. По-моему, все очень просто. Ирия где-то что-то... Что-то очень странное. Так, что там зеленые повышают? Повышают тогда мы так вот сделаем. Да так и уже, смотрите, неплохо, да? Ммм. Не знаю, что из-за этого выйдет вообще. По-моему, монтаж неплохой. Брак крокодила. Что такое? Да, понятно, понял. Экипаж и горожане побеждают в ожесточенном бою, обращая мерзкого босса камня в бегство. Но вратится к она сообщает часику, что у босса камня еще много приспешников, и вскоре он вернется, чтобы взять в реванш. Крокодилы-торговцы обманули нас. Это никакой не бунт. Горожане потеряли всякое терпение и оказывают сопротивление. Теперь гнусным крокодилам не добровать. Экипаж компаса не станет, безусловно, наблюдать, как злодея угнетают слабых. Перед тем, как мы снова отправимся в путь, мы непременно должны прогнать крокодилов из города, чтобы жители смогли спать спокойно. Идем, мы будем сражаться с братцем Хану плечом к плечу и одолеем босса камня. Экипаж компаса решает помочь братцу Хану. Часик тоже спешит на поле боя, преисполненные чувства справедливости, ведь за циферблатом скрывается чуткая душа. Но это не обычная драка, а настоящая война. А война гораздо более жестока, чем представляет себе Часик. Трепет больше 55. Опять надо все на трепет запихивать, окей. Там сейчас смех до нуля уйдет, упадет, то вообще будет жесть. Так. Ну извините, у меня там большие эти цифры, поэтому поехали дальше. Эти фрагменты сюжета усилят впечатление других сюжетных линий, используя их с умом. Да на тебе. Ой, 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 мы прям неплохо работаем. Идем-то, да? Тут прям, ну, легкое распределение. Ничего сложного, да, я это даже не заметил. Здесь происходит разветвление истории использования кубика. Кубики, чтобы двигать историю разными методами. Давай сначала смонтируем и завершим классическую развязку, а затем приступим к другим концовкам. Да не вопрос. Пять сцен. Под предводительством братца Хану Кашмаровец снова побеждает босса Камня. Но на улицах горожан и экипажа нет радости от победы, потому что они потеряли слишком много саратика в бою. И братец Хану безжалостно выносит вердикт, нужно сражаться до последнего. Крокодилы сажали многих наших друзей в будущих сражениях, мы можем потерять еще больше. Но братец Хану прав, мы должны сражаться. Ради наших ушедших товарищей мы не можем сдаться. Мы продолжим сражаться ради благополучия Кашмаровеля и ради компаса. Жестокая война не окончена. Часик и братец Хану верят, что их самоотверженность будет вознаграждена. Но для остальных горожан такие надежды слишком большая роскошь. Да, вот оно что. Так, 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 так. Ну что, вы предлагаете здесь еще какой-то выбор должен, по идее, быть, нет? По-моему, здесь и какой выбор не должно. Прямо так ясно, что распределяется. Никакой загадки, по сути. Ммм, четное количество здесь уже, смотрите. Так, четное количество, понял, поехали. Фигасио трепет, ё-моё, больше ста. Вот и на концовках, ребят, развязка. Ха-ха, минус крокодил. Братец Хану собирает все силы Кошмаровеля и Компасы, наконец, наносит полность поражения боссу камня. На руинах поля боя отстраивают маленькие хижины, а горожане снова получают свободу. Кошмаровель переименовывают в Грёзовель, ибо Кошмары больше не властные над этим местом. Город постепенно движется навстречу своему счастью, а Компас ждут новые приключения. Почему ты все еще здесь? Компас вот-вот отчалец. Я уже предупредил парнишку на кресло, что никуда не еду. Но я останусь здесь. Я нужен брак Сахану и горожанам. Конечно, это не означает, что я покидаю Компас. Когда Грёзовель действительно станет Грёзой, я вернусь. Принцесса Зеркал и командир Револьвер помогут мне. Эй, а ты остаешься? Ладно, раз ты тоже не собираешься отчаливать, должно быть, тебе не хочется расставаться с этим местом. Тогда давай строить Грёзовель вместе. Все как всегда. Экипаж Компаса снова передал в путешествие. Поредел в путешествие. Его покинул корабль... Его покинули корабль, револьвер, интеллигентная принцесса и смышленый часик. Парнишка кресла будет скучать. По револьверу интеллигентной принцессы и смешленому часику. Но он знает, что они не отказались от плавания. И просто теперь у них новый пункт назначения. Экипаж Компаса продолжит свой путь, куда бы не привели следующее путешествие. Часик и другие члены экипажа остались в Грёзове. Или какие испытания ждут его теперь? Куда заведет его дорога? Продолжение смотрите в третьей части серии фильма о часике и мемуары о сладких грезах под названием Кошмарное бедствие. Обалдеть. О, плюс 40%. Заручившись финансовой поддержкой кассы. Что такое-то шоу? Смотри, странные знаки в нем исчезли. Должна быть, это заслуга нового режиссера. Спасибо вам за помощь, господин режиссер. Мы выпустили этот мультика, мультипликационный фильм. И он уже собрал много хороших отзывов. А еще благодаря выручке от проката вы смогли продолжить восстановление тематического парка. Он уже выглядит гораздо лучше. Но мне не дает покоя вопрос, что же такое сделали чужаки, о которых говорила семья, что даже грезы рассыпались. Это из-за силы небытия. Правда, представители семьи сказали то же самое, но мне показалось, что они хотят меня обмануть. Часовщик говорил, что этот парк спроектирован вон. Ученик профессора Глаукс. Так что проблем с качеством конструкции быть не должно. Но не будем об этом. Наша команда грезотворцев с услуги, которых стоили немалых денег, привезет здесь все в порядке. Скоро тематический парк студии часы будет как новенький. Кстати, некоторые жители торговой улицы Пинаконии проявили интерес к нашему фильму и захотели сотрудничать с нами в создании рекламы. Это точно принесет большой доход. Господин режиссер, у вас есть время создать рекламные ролики по их заказу. Я уверен, вы справитесь. Снимаем рекламу. Хорошо, я сообщу рекламщикам. Так, опять у нас тут куча всего. Смотри, ты можешь нажать здесь, чтобы увидеть список трейлеров, предоставленных спонсорами. Давай поможем завершить съемки. Окей. Погоди. Ну, угомонись своими съемками. Нам тут что-то дали. Они от меня так все хотят. Прям за... О, нормально, отлично. Отлично. Так, а здесь у нас завершите монтаж. Мы завершили монтаж. Новые спин-оффы. Да ну тебя! Мы что, спин-офф открыли что-то какой-то? И что делаем? Ну давайте. Ну давайте. Сейчас, погоди. И это что такое? Что это? Я ничего не понимаю. Погоди, ты меня куда-то ведешь опять? На, ну чтобы перейти к миссиям. Короче, я предлагаю все-таки сюда подойти. Новая серия господина газировки и что же мне с ней делать? На экранах вышла реклама? Как быстро. Я словно бутылку у Слады без крышечки. А, весь газ вышел, идея больше не пузыряться. Господин газировка, совместный продукт компании Слады и студии Часы, говорят, по модели для прототипа послужил сам создатель напитка, господин Суза. Судя по рекламе, у Слады он был невероятно-то поповаром и глубоко верил в гармонию. Он был добрым, бескорыстным, вежливым и обходительным. Но господину Часовщику такая версия не слишком понравилась. Его персонаж, господин газировка, был совсем не святым из легенд. Вместо этого он оказался бутылкой-балбесом, всегда вытворяющим глупости. Может, это его настоящий я? Я слышал все персонажи в часике, старые друзья господина Часовщика. А может, господин Суза, которого знал председатель, как раз такой? Как ни посмотри, но не вяжется великолепный господин Суза с резиновыми ужимками господин газировки. Господин режиссер, ты ведь знаешь Часовщика. Пожалуйста, помоги мне разобраться с этой частью сценария. Да без проблем, спасибо, наконец спину будет завершен. Ну же, дадим волю воображению. Дамы и господа, история господина газировки начинается еще до прибытия часика. В те времена Грёзвель называли Кошмара Виллем. И босс Камень додержал горожан в железном кулаке. Здесь мы и найдем господина газировку. Повара. Замечательно еще и исторично. Ладно, продолжим. Это история про господина газировку, повара. Повара, извините. Он без устали работал на босса камня день и ночь. И как остальные горожане? Босс Камень приказал горожанам каждый день копать камни, то есть и пить. Но если пить, давал только болотные сырники и грязную воду из крокодилии лагуны. Все от этого очень страдали все. И поэтому господин газировка начал верить в загадочный напиток. Все ради того, чтобы удалить людскую боль сладостью. Звучит как история, которую он рассказывал об компании Услада. Спонсоры будут довольны. Продолжим. Господин газировка начал варить загадочный напиток. Все ради того, чтобы удалить людскую боль сладостью. Но подобное поведение разозлило босса камня. Но он никому не позволял залезть на свою территорию. Подлый босс Камень обхитрил и поймал господина газировку и бросил его в тюрьму. Однако господину газировке господину очень повезло. Вскоре после заточения он получил шанс обрести свободу. Братец Хану и его отряд устроили бунтый. Компас, на котором был часик, как раз прибыл в город. Братец Хану и часик любили напиток господина газировки. Они объединились, чтобы дать бой господину Камню, боссу Камню. В конце концов, босса Камня пригнали. Прогнали и восстановили мир в грез вилле. Господин газировка открыл завод по производству газировки. Что тут делать? Да, ну, так было в мультике часика. Господин газировка открыл завод по производству газировки. Радует жителей греза вилле чудесными вкусами. Он называет Услада. Отлично, мы закончили спин-офф. История господина газировки начинается еще до прибытия часиков. В те времена грезы блюдо назывались кошмарные, бла-бла-бла. Приказал горожанам каждый день копать камни. Да все, понятно. Не повторяй мне это, я уже читал это. Да это все нормально, буль. Можешь же оставить сценарий себе в качестве сувенира. Спасибо большое. Аниматор начинает рекламировать спин-офф. Ну, понятно, то же самое, как обычно. Ничего не понимаю, что в этом событии творится. Там просто такое разведление. Делали по ней, по этим, сценарию там. Один день то-то-то, второй день то-то-то. А тут все подряд. Что делать? Беги сюда, делай то, делай это. Так, что у нас дальше? Мне надо пройти, чтобы дальше пойти. Эксперт. Ух ты, е-мое. А это что такое? Да погоди. А это что? Это разные вещи? Ой, ладно. Так, с этим вообще ничего не понятно. Большое ограбление. Это отдельно вообще снимать надо. Спин-оффы. Что со спин-оффами? Ну, галочки стоят. Молодцы, хорошо. Погодите. Ну, ладно, дайте посмотрим, что это такое. Полетели. Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Как мне это событие просто делить по частям непонятно. Убежденный реквизитка кадровые ресурсы затраты на съемку. Еще нужно учитывать сроки работы. Итого. Нет, нет. Мы превысили бюджет. Как бы сэкономить. Пис попросил меня снять рекламу. Погодите, я считаю, затраты на съемку для коллаборации. Простите, что заставил ждать. Я представитель торговой улицы. 12 микрорайонов. Хочу предложить вам совместную работу над рекламой. Вы режиссер мемуаров о злотке Греза как раз. Вовремя прошу взгляните на сценарий. Большое ограбление Братца Хану. Действие происходит в Грезавиле. Основная идея использовать в кадре продукцию бренда и образ Братца Хану. Выгодное предложение для обеих сторон. Все на местах. Можете начать съемку. Да без проблем. Поехали. Что? Большое ограбление Братца Хану. Спасибо. Я не знаю, что сделать. Ё-моё. Это зачем вообще? Отряд-то здесь при каких обстоятельствах должен быть? Он должен в рекламе участвовать. Братец Хану готов выходить. Пожалуйста, идите к телевизору и подготовьтесь. Без комментариев. Не было ни боли, ни слез. Ладно, ребят, все, я пас. В этом событии мне хочется просто побегать. Уже надоело читать, если честно. Мне... Что ты читай, я не понимаю. Действительно какой-то бред. Поехали. А что ты делаешь? Найди три главные щиты, понял? Так, здесь надо по-тихому. Не, по-тихому не получится. Ты куда пошел-то? Ё-моё. А то, что здесь щит бегает нормально, по-моему, все тебе нормально. Понял. Так, отлично. Так, я понял тебя. Найдите три главные щиты. А вы что, за мной будете бегать? А, это приходит, смотри. Ты что делаешь-то? Погоди, там пушка должна быть, да? Ой, мааа, она летает здесь. Оп! Ха-ха-ха! Я в домике! Ушел отсюда, быстро. И что здесь стоите-то, с ума сойти. Ну, стоим. Мы, знаешь, не знаю, где там еще один щит валяется. Да ты что? Ой, что не парится-то здесь, в общем. Они мне путь блокируют. Ты что? Они мост будут делать, ё-моё. Ради этого мы собирали все. Пройдите через мост из рекламных щитов. Ну, это было логично. Где эта пушка? А, эти слепцы, я понял. Они слепцы, слепцы. Они не верят, смотрите. Селик выключен, но они не верят. Я понял! Я за щитами могу прятаться. Мне кажется. Опс. тут прям напрашивается чтобы сюда добежать так а че вы хотите я всех сломал здесь я могу это сделать бедный щит ну-ка если бабах сделаю здесь опята лежит просто в отключке ну слушайте но сам полез я не вновать 3 звезды есть случайно травмировать и раки случайно так случайно травмировать и ракетницы хану не более одного рекламного счета а пройдите текущее испытание избегать рекламных счетов понятно если бы я бы задел бы два рекламных счета мне бы третью звездку не дали так все спасибо большое в этом событии диалоги уже не нужно ребят я считаю мне хочется просто насладиться так смотрите что у нас дальше куда лететь ух уж эти события наверно классно о награды видите идут ребят неплохо неплохо о что то есть я выполнил все необходимое для этого да смотрите мы не посмотрели еще кое-что да вот эту часть не посмотрели давайте попробуем может за это тоже награды какие-то дай но я не буду читать уж ладно тут нет все конечно круто но не оценил я это к сожалению события просто главное поставить правильно все быть ух ты там вообще будет большой минус может быть так все окей трепет стрепет 95 ой 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 что еще я сделал то чертное поехали не надо да я ошибку сделано ну ладно если ошиблись что могу сделать я в одном месте ошибся ну извините но может быть покинуть монтаж монтаж провалился ребята на выбор другой фильм покинуть монтаж да хватит уже давайте пройдем еще раз тут там если награды какие-то доступны за это надо попробовать вот сюда начала вот это можно скипнуть смотрите теперь давайте так мне надо повышать один параметр остальное просто скипаем вообще в ноль шесть суда два суда вот здесь надо кстати сделать первое что важно так 80 четная но у меня выхода здесь нет по моему так ну и здесь теперь здесь четная поэтому суда мы ставим вот так вот сюда вот так и вот 96 есть все нормально потерянное поколение видали да не зря все таки зашел заново сделать какой у нас карпетил на заднем фоне покинуть монтаж а мы сделали это я не знаю мы сделали нет ну там была развязка она мы сделали да то конечно сделали вот видите все так все назад выключить стои и 40 процентов есть так ну на втором этапе что мы сделали получается смотрите новый фильм будет доступен следующий раз здесь нам доступно будет возвышение сладких берет как я понимаю после следующего фильма спин-оффы спин-оффы у нас будут доступны и да после следующего монтажа мы их тоже пройдем реклама все все по сути здесь все ну что мы неплохо прошли следующий у нас будет вот это кошмарное бедствие здесь у нас две галочки стоят кстати мы реально для концовки получили это прекрасно находим все не забывайте подписываться пишите комментарии ставьте лайк нажимайте на колокольчик смотрите видео до конца обязательно подписывайтесь на сигнал ссылки которые найдете подписываться видео пока подписываться видео пока